Девушки отдыхают 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 Ну и Dignitas, наверное, самая ошеломляющая новость сегодняшнего дня. В первую очередь датского Counter-Strike, да и во вторую очередь всей Тир-1-цены соревновательного CSGO. Это то, что коллектив покинул Кирбай, который теперь является составной частью Astralis. Ну а на замену ему пришел тот самый Каджум, которого набрели. Поехали смотреть пистолетный раунд. Эндвис будут начинать в атаке по маппулу чуть-чуть попозже. По ставкам тут стоит отметить, что разделились мнения и букмекеров, и комьюнити. Примерно на всех сайтах одинаковые заходят коэффициенты. И если подводить их под одну черту, то это 50 на 50. OpenFrag как раз-таки тот самый Каджум делает приобретение коллектива Dignitas. Но тем не менее Middle все-таки прорывает с командой Эндвис. Пытаются они зажать его с двух сторон. Одинокого к бедолагу за красным ящиком все-таки забревают. Это был товарищ Конфиг, ну и на поставленной бомбе и Dignitas попытаются все-таки как-то разрулить эту ситуацию. 3 в 4. Попытка репика на быстрых таймингах. Пока еще бомба ставилась, пока Боб Керри от этой самой бомбы отойти не успел. Не приносит никаких результатов. Приходится теперь разруливать немножечко помедленнее. Ну и это, в свою очередь, тоже не дает особого успеха. Тем не менее, кольцо зажимается. 2 в 2 остается. Правда, совсем немного хп у Рубина. Первым шотом моментально залетает ему в душу минусон. Ну и Тенский, которого зачекали по инфе. Несмотря на то, что 2 каленых, ну скорее всего, загрызут. Клосс дистанции, иглоки и не дают им никаких шансов даже подобраться в близкую к этой бомбе. Ну и минусон. Первый раунд. Копилка коллектива Envis. Да, так вот, по пику бану. По пику бану DAS-2 выбирали Envis. Что интересно, Мираж пикнули себе коллектив из Дании. Ну и третий, если понадобится, будет Коблстоун. Не совсем хорошие результаты и у того, и у другого коллектива на этом чемпионате. В общем, большой призовой фонд, анонсированный организаторами 3,5 миллиона долларов. Пока, кстати, не оглашается, какой же все-таки будет в первом сезоне призовой на лан-финалах. Держится это в тайне. Ну, я думаю, что примерно разделят эту сумму. Пока абсолютная тишина от организаторов. Но ни тот, ни другой коллектив, скорее всего, у нас не доберутся до Лондона, до Уэмбли и не покажут себя на лан-финалах. Поэтому, вот не знаю, как относиться к этой игре. Скорее всего, проверка, во-первых, Каджумбова. Хотя, с другой стороны, что его проверять? Ну, а Envis доигрывает. Это европейский дивизион на ЕЦС. И второй раунд сливной у нас Дигнитес ничего не смогли на нем продемонстрировать. Посмотрим, как будут бороться дальше. Полностью сливной на этом. Ну, и уже танцы начнутся на четвертом раунде для Дигнитес и для Envis. Не часто играют, скажем. Ну, вот тут сложно анализировать, на самом-то деле, игру и тех, и других. Потому что красным красно. И у Дигнитес, и у Envis на ЕЦС абсолютно всем проиграли. Тут неожиданный результат у многих коллективов есть. И у Fnatic, которых мы сегодня тоже, кстати, посмотрим, не совсем хороши дела. И, скорее всего, они тоже не будут выходить на лан-финалы. Ну, по-разному. По-разному коллективы подходят, скажем, к этой лиге. Ну, и весна у нас ознаменовалась всевозможными решафлами, травмами, отсутствием игроков, стендинами. Ну, и пока занимается точка B в чистую NVA. С одного только лишения на подходе теряют. Последнего зачеркали Тенский в респе. И легкая жертва, легкий фраг для Кенниса. Пока отыграют довольно-таки четко. Сейчас, кстати, хочется посмотреть, как же будут у того самого Кенниса дела и ТСВП. Ну, решили тут не закупаться. Интересная, юзабельная тактика в последнее время. Ничего не брать на четвертый первый девайс на раунд от атаки. Сохраняя себе деньги на последующие два бая. Один полноценный, один форс. Ну, и этой тактикой пользуются. Во всю NVA с Кеннис оставляет себе муху. И попытка быстрого вскрытия лонга заканчивается для Тенски абсолютно неудачи. Тиммейт его моментально не разменивает. Попытался потеряться в смоках флешеный. Ну, и там его застригли. Ну, и здесь просто-напросто надо закрывать последний онлентент. Тем более, что позиция уже вскрыта. И информация по ней есть. Правда, вот непонятно, почему смок никто не кладет. У Кенниса он, в принципе, в запасе есть. Пытаются в тело здесь сыграть. И в это самое тело играют. Последний от Дигов выходит. Был это конфиг. Ну, и в репики до постановки бомбы абсолютно все датские головорезы потерялись. 4-0. Легко. Энвис без повторного бая, не скидывая свои скауты, не скидывая свои галилы, закончили 4-й и 1-й девайсный раунд для датчан в свою пользу. Ну, и экономика падает. У Дигнитос приходится им на пистолетах. Только лишь они. Один легкий армор у конфига. Ну, и те самые Диглы, которые в последнее время тренируют абсолютно все на-1 сцене. И в последнее время летят им даже неплохо. Хотя вот Каджумба абсолютно не разлетает, разводят его на две позиции, стрелял по голове, выходит левый угол и уже втроем будут отыгрывать Дигги в этом раунде. Да, ну и вот первый Диггл как раз-таки от конфига заглядает. Здесь уже обраточка случается. На две позиции разводят у нас товарищ Кеннис и довольно-таки неплохо он продолжает свое действие. Конфиг, врываясь, не дает первому бомбкерри поставить бомбу. Тем не менее, все-таки это случается. Ну, и будет у нас репик точки уже 2 в 2 на трофейном калаше. И только лишь Штенский здесь может что-то продемонстрировать. Забри в смоки. Позиция второго ему неизвестна, но надо идти до конца. Просто-напросто до контакта, что он и делает. Отличный контроль спрея. И даже времени хватает без диффуз-китов. Эту бомбу овизредить и своему коллективу все-таки первый раунд в копилку положить, что и будет происходить. Тенске. Ну, и такую черту подведем. 5 раундов. 1 треть первой половины сыграна. У кого здесь идут дела хорошо, это хорошо. А вот стоит отметить МСЛ, который пока что в снайперской винтовке в своих руках не держал. Ну, и тот самый момент, наверное, Каджумбу дают. Нет, не МСЛ. Это интересно. Давайте, наверное, за ним и посмотрим. Новичок коллектива из Дании. Будет у нас первая позиция на лонге. Ну, в принципе, много увидел, но попасть ему не удалось. И вот тиммейта здесь бы не отдать. Надо сейвить и надо не давать выходить на быструю. Что и происходит. Забриф первого в дымы. Каджумб открывается с рекламой и делает второй минус. Ну, и пошла Мясня. С двух сторон попытка вскрытия от НВА с точки А заканчивается пока что полным фиаско. Размены целиком и полностью в пользу коллектива из Дании. Хэппи остается последней. По инфе, в принципе, он не спален. И на этом моменте может сыграть довольно-таки четко. Первого убирает. Второй у нас... Второй у нас Рубина на открытие. Ну, тут довольно-таки синхронно. И попытаются его развести, чтобы глаза разбежались. Так и происходит. Хэппи не понял, куда ему стрелять. Влево или вправо. Прицел был посередине. Получает в голову. Второй раунд для Дигнитас. Да, сегодня еще, друзья, будет... Ну, или сразу после этой встречи. Если у нас здесь все затянется 2-1 с какими-нибудь допами. Если не затянется, то будет небольшая пауза. А может быть и как-то бывает часовая. Но, тем не менее, 22 на 0 по Киеву, Москве и Минску мауза сразятся с фнатиками. Фнатикам, в принципе, уже тоже ничего не угрожает. В том плане, что на лан-финал они, скорее всего, не выходят. А вот маузам эта встреча будет важна. У них еще есть шанс вскарабкаться. Точнее, заскочить на подножку уходящей электрички в Лондон. И это будет интересная встреча. В том плане, что турнирная составляющая, турнирная интрига в ней все-таки будет присутствовать. В отличие от этой встречи. Так, ну и смотрим. Тут у нас Кеннис решил все-таки подкопить на АВП. Надеюсь, что этот раунд будет забран. Подготовка захода на плент у нас реализуется. Причем придуманный давным-давно раунд. Все через зигзаг. Молотов уже в плент. Ну и сейчас полетят демо и флешки. Десантирование в сити-спаун. Единственное, что бомбкерри сбривают и на плент подбираться уже не представляется возможным. Ну и позиция на гусе становится от Рубина просто-напросто фатальной для коллектива из Франции. Последний хэппи, который играл закрывающего спину и должен был дожимать переходящих с точки Б на сити-спаун. Он, в общем, свою часть работы-то делает, а вот тиммейты абсолютно его поддержать здесь не смогли. И придется ему эту кашу есть одной ложкой уже. Ну и хэппи, в принципе, загнан в ситуацию, когда терять абсолютно нечего. Надо здесь попытаться, ну, как минимум, набрить еще парочку оппонентов. Ну или же уйти четко на сейв. Ну и в полпозиции пока что хэппи замирает, как бы и ждет к себе гостей, но гость особо не торопится к нему идти. Бомба под контролем, на точке А. Все хорошо, время заканчивается. Хэппи коллаж, дигнита с раундом. Разменялись любезностями команды. Смотрим очередной. Да, если вот смотрю я на хэлтворк, просто не хэд-то хэд противостояние, потому что здесь подавляющее преимущество, конечно же, НВАС. Но, во-первых, эти встречи были давно. Во-вторых, на других чемпионатах формат этой лиги ЕЦС Европейского дивизиона таков, что коллективы встречаются в групповой стадии однажды друг с другом и встречаются однажды только лишь в одном БО-3. Далее лан-финалы по набору, так сказать, по тому, кто что наработает. А вот в остальных лигах пока что счет 1-5 по противостояниям в поле французов. Ну, вот последние, скажем так, успехи, в кавычках, французов заставляют задуматься. Во-первых, Дэвил, который, ну, даже посмотрим, что у него, на предпоследней строчке находится. Тем не менее, 2 MVP и в плюсе он, в отличие от того же самого Кенниса, которого, опять-таки, с днем рождения. Но результаты печальные, на самом деле. Диги отличились. Диги, в первую очередь, отличились на миноре, недавно прошедшем европейском, который они с блеском выиграли и в финале 2-1 одолели наших любимых хашеров. К чему веду мысль? Разное немного моральное состояние. Несмотря на то, что турнирные интриги здесь не присутствуют, все-таки Диги немножечко на подъеме. У Envis началась вот эта вот полоса проблем с конца предыдущего года, когда игроки говорили о некомфортности игры, и пошли шафлы, и задвинули себе в состав вроде бы нового игрока, и все должно бы быть. Уже было бы круто, но как не было результатов, так их по-прежнему не присутствует. Некие проблемки все-таки французы испытывают, и вот когда закончится череда неудач, абсолютно непонятно. Ну и вот здесь вот в абсолютно, казалось бы, ничего не значимем матче, ни для тех, ни для других, можно было бы себя проявить. Но пока ровно, пока 4-4, на пике своих оппонентов Дигнитес чувствует себя довольно-таки уверенно в дефе, который они посредством ножевого раунда и выиграли. Ну и через вигзаг очередной прорыв у нас от французов, тот же самый раунд, который был двумя ранее, и на этот раз все довольно-таки удачно. Здесь не было молотов, здесь не было четкого показа, что мы идем через шорт, и на холдах через одно выбивание точки все случается довольно-таки круто. Для французов ставят бомбу, точка подконтрольным, знают позицию на лонге, и в дымы Кеннис, наконец-таки, с авика начинает работать. Последний остается конфиг, товарищ, который ничего уже здесь не сделает, тот же самый Кеннис, 2 кг в этом раунде, четкие 5-4, французы выходят вперед. Для тех, кто только что подходит, оглашаю полный мап-пул на эту встречу. Это, естественно, Бо-3 противостояние, как и по ходу всего группового этапа европейского дивизиона. ДАС-2 выбирали французы, далее мы посмотрим выбор коллектива Дигнитос, это будет карта Мираж, ну, если понадобится, то Кобблстоун. Вот понадобится ли по силе и по ожиданиям букмекеров и комьюнити, здесь, конечно, четко 50 на 50, и сайты со ставками, на которых можно поставить кровные деньги, и скины, в общем, сошлись к одинаковому результату, что силы этих коллективов абсолютно равны. Энтрикилл от Каджумба на меду, но разношерстный абсолютный бай от Дигов, то есть тут СЗшки, АВП от Каджумба, который уже сработал, ну и опять-таки зажимается у нас точка Б в кольцо, ничего не смогли сделать, а вот врыв дымы неплохой от Рубина, распилились МСЛ вместе Дэвила, и торчит спина в виде Тенского. Тенский работает 2 в 2, по ХП немножечко АВП Кейнса проседает, тем не менее находится уже на позиции с поставленной бомбой, ну и вскрытие этой точки будет происходить у нас с двух сторон. В принципе, туннель готов, но туннель не работает. Очевидно, что вторая позиция была с меда, и Каджумба знали и запалили с этого самого меда. Ну, Каджумба по фатальному исходу своего тиммейта просто-напросто уходит подальше, дабы сохранить дорогостоящий девайс и унести его в следующий раунд. Тем более, что экономическая составляющая является... В плачевном состоянии находится у коллектива Дигнитес самый, что ни на есть плохой исход, когда берешь серию, но потную серию с четырех раундов, то есть у них здесь оставалось три человека, три человека, два, не было четких раундов, один, то есть засейвить каким-то образом свою экономику так до сих пор и не получилось, поэтому только лишь Каджумбс и ВПС засейвленным сможет противопоставить что-то в этом раунде. Своим визави из Франции. Ну, остальные полноценный сливной раунд играют. Даже попахивает у нас сдвоенный мэг, потому что по две тысячи, а у кого-то даже и меньше, находится в денежном стаке у датчан. Ну, и посмотрим. В принципе, вся надежда как раз-таки на того самого датчанина, который только что появился в этой команде. На пиксине держит, оппонента сбревает. Уход моментальный, не стали идти дальше. Мерцающий АВП будет Каджумб играть. Открылся, моментально на Б уходит теперь на мидл. Ну, и поэтому в самом миду ему нужно помогать тиммейту, что он и делает. Второго, третьего и не дают четвертого АВП под контролем у атаки. Но единственный Кеннис здесь остается против троих. С первым справляется. Спину отстреливает. Четко понимая, что захотели его, в общем-то, моментально и быстро съесть. Ну, и теперь просто-напросто нужно включать режим туриста и играть в тело. Понимая, что, скорее всего, никаких адекватных девайсов не будет. А если они и будут, то без присутствия арморов тяжелых. Ну, и Кеннис просто-напросто на теки забегает на точку А и будет производить тачдаун-бомбу. Ну, вот здесь просто надо сыграть четко на голову тем и другим. Либо понести с мясом. Выбрали второй вариант, понесли с мясом, но прикрывая друг друга, остается в живых только лишь конфи, который выцеливает голову Кенниса. И Кеннис работает. С днем рождения, дружище. Очередные два килла и, казалось бы, уже слитый раунд. Все-таки этот жесткий уже, можно сказать, что не парень, а мужчина, 21-летний вытаскивает для своего коллектива. 7-4, один раунд остается до взятия первой половины на своем пике. Команде Энвиас. Ну, и Дигнитос не знали побед в раундах уже аж целых три. Винстрик неплохой Энвиас отдают, точнее, забирают. Ну, и вот такой вот неожиданный врыв от Каджумба у нас на мид, которому абсолютно не были готовы. Пропушил он зигзаг и оказался незамеченным и смертоносным. Как пуля резким. Тем не менее, это не мешает французам заходить на точку А. Вскрытие опорника было бы товарищ Конфи, который не меняет позицию уже на протяжении 100 лет. Стоит постоянно за красным, ну и репика до постановки бомбы здесь не образуется. Будут выбивать на поставленный и дождаться Тенский, который... Ну, долго, скорее всего, здесь будет вычекивать туннель, потому что понимания у него нет. Близко его встречают и контролят ли его АВП из дальнего ящика. Пытается прострелить от самого АВП. Ну, и довольно неплохо. Минус НБК, минус Кеннис. Близко забирают на клост-дистанции Апекса и раунд сделан. 7-5. 7-5 и не дают далеко дача не уйти своим оппонентам. Ну, довольно-таки ровная борьба. Здесь не стоит как-то раскладывать по счету и анализировать, кому пока что хорошо и кто, скорее всего, выиграет на этой карте. Потому что карта ДАС-2 является, ну, если не самой балансной, то одной из самых балансных. Здесь абсолютно ничего не решает первая половина по опыту. И можно ее отыграть с любым счетом. 3-12. Ой-ой-ой, а вот это вот как? Мессель просто-напросто по таймингу то ли ногу увидел под смоком, но очень четко забирает. Господина Дэвила, ну, не везет ему абсолютно. На дне турнирной таблицы находится. Если еще как-то поначалу что-то более-менее демонстрировал, то сейчас, ну, почти смерти имени Фортуна отвернулась. Ну, и дальше просто-напросто по накатанной, по рельсам. Команда Атаки пошла по зигзагу, нечего было терять. Оставались они в меньшинстве, и позиции их были спалены МСЛ. И просто-напросто решили этот самый тайминг зафорсить. Съесть, пройти по своей любимой траектории, по своему любимому вектору Атаки на точку А. Но ничего продемонстрировать не смогли. Стаг, который стоял на лонге, очень четко отработал. Шестой раунд для датчан. И французы скатываются в кризисную экономическую ситуацию, где им приходится работать только лишь с двумя легкими арморами. Ну, пистолет каждый себе по желанию закупил. И пока вот нам автодиректор не показывает. Там все самые жесткие события развиваются у нас на лонге, где была попытка топорного и прямолинейного вскрытия. Ну и остальные просто-напросто решили уже не идти. Поближе подкрасываться к меду. На клост-дистанциях поймать удачу, но этого не произошло. 7-7. Последний раунд первой половины нас ожидает. Тут даже от МСЛ появляется смертоносный. Смертоносный скар. Вот где он будет реализовываться. Скорее всего, это какая-нибудь точка B. Нет, выбирает мидл. Абсолютно в себе МСЛ уверен. Даже без смока. Не в него на пальме будет работать, а просто на выходящих. Любого, говорит, заберу. И есть претендент. Клиент стоит за стеной. Заходите свободно, говорит МСЛ. Ну и кто здесь кого пересмотрит. МСЛ находит себе новую жертву. На два фронта работает, но вот на двух стульях усидеть не смог. Его тиммейты точно так же отдаются. Вдвоем уже деф у нас остался. Здесь конфиг один на точке А. Ничем ему Тенский пока что помочь не может. Ну и жесткого опорника Тенский из себя выжить тоже не смог. Вот конфиг уже так близко подбирается. За смоком еще никем не зачекан. И спрейдаун. И для него, кстати, будет серьезным сюрпризом. Второй оппонент, который остался стоять за белым до поддержки тиммейта. И смог здесь. Абсолютно мешает конфигу понять, что же происходит. Куда же делся человек шарта. Ну и просто шарогейминг. Шарогейминг. Конфиг номер два. Две головы шикарные. 8-7 в пользу коллектива. Тем не менее, Дигнитас на чужом пике. Первую половину эти товарищи из Дании забирают. Ждем боевых рестартов пистолетного раунда второй половины. Я напоминаю, что Каджумб, господин Каджумб, сегодня появился только лишь в коллективе Дигнитаса. Сразу же вскакивает на пьедестал. Первое место у него. 16 фрагов на 9 смертей. Практически 2 к 1 играет этот товарищ. Ну, а Кербая совсем скоро в Астралисе мы увидим. Ну, неплохо. Вот с корабля на бал. Каджумб заскочил. Мессель сегодня отдыхает. Каджумб взял на себя целиком и полностью роль... Ну, не целиком и полностью, но в самых критических моментах все-таки АВП достается именно ему, и отыгрывает он довольно-таки неплохо. Стоит отметить хотя бы... Хотя бы один тот самый раунд, когда Каджумб сначала появился в темный, потом материализовался посредством телепорта на Миду и там практически минус 4 сделал... Забрил практически всю команду Инвя. Представляете, на раунд вторая половина. Смотрим. Ой-ой-ой. Кеннис, Кеннис, Кеннис! По пульке двоих третьего забирает. Хорош. Ну, и равняет ситуацию в этом раунде, хотя все довольно-таки плохо складывалось по дебюту этого самого раунда для французов. Тем не менее, и убивает людей, и бомбу дропает, ну, и прекрасно понимает, что в эту самую ловушку к нему еще пойдут. Естественно, Апексу нужно стягиваться, и здесь просто-напросто на класс дистанции вдвоем работать на размен. Видели последнего, и боже, что творит Каджумб. Каджумб просто тройничками. Первого и сладенького второго. И все по голове, и все по голове. Тем не менее, Дигнито соберут. Удачно начав этот раунд, провалив середину его, ну, точнее, раскрылся один из французов, тем не менее, закрывают свою польшу. 9-7. Ну, вот, просто шикардос. С днем рождения, говорит Каджумб. Так, ну и немножечко агрессии, замешанной на безумство от коллектива НВАС. В принципе, этот план был довольно-таки понятен. Дигам, они просто-напросто встали, подождали, когда все-таки флешечка сланга придет. Под эту самую флешку сами открылись, не флешенные, и весь стак, который туда ходил. Теперь отдыхает в горизонтальном положении на солнышке. Остается у нас последний хэппи с трофейным АК и тот самый хэппи. Ну, в принципе, можно два девайса унести в следующий раунд. Единственный вопрос, позволят ли ему это сделать. Не позволят. Он мог в следующем раунде стать таким магазином оружия и ЦЗшку дропнуть, и Калашников дропнуть, и сам себе еще что-то купить. То есть, три девайса было бы на полноценной сливной у НВАС. Но в полупозиции, на точке А замер, тем более еще пошел и пушить в надежде на плюс 300. Но плюс 300 сделали на нем. 10-7. Я напоминаю, что это выбор коллектива из Франции. Карта ДАС-2, вот сайпик они проиграли. Ровная половина первая с небольшими неожиданностями от датчан. Ну, и тем не менее, после проигранной пистолетки Энви пока что терпит бедствие. Ну, вот неплохо хэппи разбирается. Две выстрела и оба в голову. Остается у нас Рубина отдыхать. А вот конфигу навстречу уже не выходит хэппи. Хотя ноги несут его в этот танец. Здесь бы не отдаться. Тем не менее, очень хочется проявить себя. Но проявляет в отрицательную сторону хэппи. И ничего у него больше не получилось. Ну, и 3 тиммейта. Дэвил. Дэвил просто в окопе. Дэвила пока что не идет. 7 фрагов на 13. Это плачевный результат. 1 к 2 практически. Ну, и самые такие стандартные позиции, на которых нигде его никто не ожидает увидеть. Пытается отыгрывать. Ну, вот, скорее всего, в этом раунде уже он будет бесполезный. Тем более, что на дефолтном P2000. P2000 дальняя дистанция. Тиммейты по одному отдаются. Есть здесь понимание у Тенски, что еще на клост дистанции второй оппонент. Минус он. Хотя и 3 хп остается у господина Тенски. Но Дэвилу просто вокруг земли нужно обойти, чтобы эти самые 3 хп найти. Ну, и, скорее всего, он уже никуда не пойдет. Придут за ним и уработают. Ну, и 17 хп он оставляет конфигу. Тем не менее, раунд все-таки за коллективом издания. Ну, и потихонечку начинают набирать. Здесь будем отталкиваться все-таки от первого девайсного раунда. Если его Энвиас будут проигрывать, то проблемы их будут расти в геометрической прогрессии. Дальше они зайдут в стадию раундов, когда у них будет бай наложенный на слив. Бай наложенный на слив до того самого момента, когда счет не станет критическим. И смогут они закупаться в каждом раунде. Ну, это если винстрик все-таки диги выдадут. Если же Энвиас этот раунд будут выигрывать, то ни в коем случае следующий им нельзя будет отдавать. Потому что, ну вот, из трех вариантов развития событий у них только лишь один положительный. Это когда они будут набирать серию из раундов после взятия этого девайсного. Во всех остальных случаях, если они этот раунд проигрывают, или если они этот раунд выигрывают и отдают следующий, они будут отпускать Дигнита, скорее всего, на счет 14, там 7 или 8. И бороться уже с такого счета на своем пике второй половине будет тяжеловато. Тем более, что все абсолютно карты на руках у датского коллектива. И не все ровно у французов отыгрывают, и Каджумб себя сегодня открыл, да и счет для них будет плачевным. И можно будет уже потихонечку переходить мыслями на следующую карту, на выбор коллектива изданий. Это, я напоминаю, будет карта Мираж. Ну и по всем канонам первого девайсного раунда французы проводят, ой, точнее, датчане проводят свой первый девайсный. Медленно, тягуче, дефолтно, преимущественно через мид с попыткой вычекать хотя бы какую-то неоправданную агрессию своих оппонентов. Но настолько закошмаренные французы и, в принципе, дисциплинированно понимающие, что здесь не стоит отдаваться в неоправданные пробежки на перевес с эмочками или с эвп. Абсолютно никуда не суются. Ну вот, единственная позиция, которая безразменно отдается, это тот самый Дэвил. Дэвил стандартный интриг, фраг для датского коллектива сегодня. Если вы хотите начать свой раунд круто, то идите туда, где стоит Дэвил. И постоянно так и случается. Тем не менее, Хэппи отыгрывает на точке на гусе за дымом довольно-таки неплохо, но он остается последним против двоих. И ничего здесь сделать уже против спрейдауна Тэнски не может. Дэнад 7, коллектив Энвис в легкой задумчивости, что же ему делать. Но 13-й, скорее всего, будут четко отдавать, не пытаясь форсить экономику. А вот дальше мы сможем, наверное, стать свидетелями каких-то агрессивных решений по баю. Энвис эту моду, скажем так, вели, хотя сами на себя пока что они в этом плане не похожи. Бай в каждом раунде здесь не заходит. Немного более четко они играют, но это самое четко не заходит. Кого убивают первым, друзья? Минута на размышления, отвечает Александр Друсь. Александр Друсь, ваш ответ, Дэвила. Вот, ну, вот просто. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. В середине цепочки смерти, там, третьим умирать, тогда к тебе будет немножечко поменьше претензий. Либо же ты будешь все-таки выходить на более поджаренных, более уже готовых умереть оппонентов, там, подкаленных. И, ну, если не можешь забрать 100 хп, то заберешь какие-нибудь, там, 50, 70, 30, дай бог 10, если тиммейты соизволят накалить до красна оппонента. Ну, вот Дэвил раз за разом просто-напросто как, не знаю, манок на утку идет. Бу-бу-бу-бу-бу, умирает первым. Ну, не знаю. Да, печально, печально за этим наблюдать. 13-7. Последний шанс, наверное, так можно обозвать этот раунд. Довольно-таки важный раунд, и печально, что он будет решающим для коллектива Энвис, скорее всего, на этой карте, потому что закупается здесь ноль, на следующий раунд, да, дадут по 3-400 всей команде, но посмотрите просто на деньги, которые остаются, то есть там максимально, что будет присутствовать, это 4 с лихом тысячи у господина Хэппи. И отталкиваясь от той ситуации, где армор стоит тысячу, а Эмка 3-100, ну, довольно, довольно бедненько смогут закупиться Энвис, поэтому все силы нужно вкладывать именно в этот раунд. Если не сейчас, то двукратное преимущество и отсутствие экономики, скорее всего, загонят Энвис в поражение на этой карте. Ну, посмотрим. Посмотрим, Диги не торопятся. Энвис прекрасно понимает, что их соперник немножечко не в себе, а когда человек, точнее, весь коллектив, 5 людей загнаны в ситуацию адреналинового шока, назовем это так, то, ну, тем более, это Энвис. Энвис агрессивные, во-первых, по баю всегда были, во-вторых, агрессивные по решениям. Ну, вот, сегодня они сами на себя не похожи, но Диги, тем не менее, скажем, по... По старой памяти здесь играют и просто-напросто быстро не торопятся никуда ходить. ВП Кеннис работает. Ну, легкий фраг был, в принципе, там на халде. Выходил чекать товарищ снайпера французского коллектива. Ну, и просачивается на точку Б. Здесь поддержка спины от Каджумба. Каджумб на неплохом тайминге выходит, является отрезающим. И, в принципе, то, чтобы здесь многое от него зависит. Но вся полнота информации присутствует у коллектива издания. Сосредоточение, максимальная сил присутствует на центральной части карты. И здесь уже французы даже, я думаю, не помышляют о каком бы то ни было ретейке. Здесь бы отстреляться. Ну, и последний остался тот самый Дэвил, который грешит умирать первым. Похоже, что подслушивает немножечко стримчанский. Ну, вот у него две ипостаси, причем кардинально противоположные. Либо он дается первым, либо вообще не выходит. То есть, помним тот раунд, когда Дэвил сейвился в яме. Опять-таки, примерно та же самая ситуация. На этот раз, правда, сейвится уже с эмочкой, но где-то на лонге. Одну эмку уносят французы в следующий раунд для себя. В 22-й, ну и отталкиваясь от нее, закупают кто что угораст. Опять-таки, на последнее. И решающий раунд под номером 2. Так, ну и диги. Опять-таки, аккуратненько, проходя через темную, занимают. Вот миддл вместе с бомбой. Есть у нас контроль поджимающих спину от Каджумба, которые абсолютно никуда не торопятся. И все здесь идет к тому, что будут реализовывать датчане. Нашифрованный и такой вот этой весной, скажем, модный раунд с постановкой бомбы на зигзаг. Единственное, что к этому развитию событий французы готовы. И можно сказать, что укрепление точки А у нас присутствует. Звено стоит на лонге. И пока ни по какой инфе не собираются стягиваться. Ну и Каджумб потихонечку, я так понимаю, оттягивается. Меняют здесь. По ходу этого раунда датчане мысли на развитие в концовке на этот раунд, на вектор атаки. И будут выходить на точку Б, зная, что, скорее всего, АВП по деньгам не присутствует. И Кеннис никаких проблем им подвести не сможет. Ну да, угадали. Вчетвером. Вот тут интересно. Стоит Каджумб, опять-таки закрывающим спину играет. Отличные две головы. Последний остается НБК на скауте. По инфе спален и отстреливается на того самого Каджумба. Но против звена, выходящих с точки Б, уже ничего сделать не смог. 15-7, маппоинт для коллектива из Дании. И довольно-таки просто. Если говорить по счету, то... Ну, это развал. Попытались, поборолись в первой половине. Но вот, как вы можете сами видеть, ни одного раунда французы во второй за сторону защиты на своем пике пока что взять не смогли. И это... И это печально. Свой пик, можно сказать, что проводят... Проводят провально. Так, Кеннис. Кеннис на первом месте. Несмотря ни на что, 21 на 16. Отыгрывает. 3 мвп. Четкий результат. У парня день рождения. И кто же может сделать лучший подарок, если не сам себе? Кеннис, в общем, ни на кого не надеется здесь. Отыгрывает за себя. И... Ну, вот если плюсовать фраги, допустим, Апекса и Дэвила, то не за себя из одного парня, а за себя из двух парней. В праврике НБК голову вешает на зигзаг. Ну, вот таких вот моментов, на самом деле, французам не хватает. Когда неочевидные фраги приходят, можно сказать, что повезло. Ну, тем не менее, в середине раунда очень четко разбираются датчане. Тенский минус 2 по головам в темной делает. И коллектив из Франции разрезан у нас на две половины. В поджимах, сопротивляясь, ну, опять-таки, отдает точку B. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok